Всем привет! Вы на канале Заяц Безбилетникович. Перед вами станция Каланчевская в первый день работы МЦД. И сейчас мы с вами посмотрим, что это такое. Безлимитный проездной уже заготовлен. Внутри Москвы на МЦД можно ездить по обычному московскому проездному на карте тройка. Продолжение следует... Вот и едет наш красавец. Сейчас прокатимся. Данные поезда вы ни с чем не спутаете по соответствующему окрасу и надписи на корпусе. Хотя на обычных электричках в зоне действия МЦД тоже можно ездить по проездным на МЦД. Следующая остановка... Режесская. Осторожно, дверь закрывается. Вот такие вот вагоны. В них довольно тепло и комфортно. Салон весьма просторный. Давайте теперь прогуляемся по вагонам и посмотрим, какие они внутри. Продолжение следует... В основном сиденья лицом друг к другу, по два сиденья с каждой стороны. Поручней довольно много, что очень хорошо. Всегда есть за что держаться. А вот так выглядит первый вагон. Крепление для велосипедов, дальше сортир, там полки для багажа. Тут удобное стоячее место прямо возле окна. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Следующая остановка. Державская. Следующая остановка. Продолжение следует... При выходе здесь тоже нужно прикладывать билет. Причем это важно делать, даже если нет турникетов. Обратите внимание на один нюанс. Платформа на той стороне, это если ехать в Подольск. Это в сторону Нахабина. А вот если посмотреть туда, там видим вывеску с названием Рижская. Это еще одно МЦД, которое будет открыто чуть позже. То есть Рижская и Ржевская это разные станции и разные направления. И у них будет пересадка по мосту. Некоторые станции МЦД без турникетов. На них можно найти вот такие валидаторы. На них надо отмечать свои проездные, как перед началом поездки, так и по ее окончании. Иначе типа карта будет заблокирована. Законность блокировки карты весьма сомнительна, но что есть, то есть. Хотя по дороге из Москвы в область ничто не мешает выйти из одной электрички, приложить карту сюда, типа завершаете поездку, а потом сесть в следующую электричку, в том числе в дальнюю, а не в МЦД. А если очень повезет, можно забежать обратно в ту же электричку, из которой вышли. И никакая блокировка карты вам будет не страшна. Да, в принципе, это можно делать и на станциях с турникетами, прикладывая карту типа на выход для закрытия поездки. После чего просто не покидаете платформу и спокойно едете дальше, на следующей электричке. А если наоборот вы едете из области в Москву, всегда можно выйти на подобной станции без турникетов, приложить свою карту и типа вы только начали поездку, а последующая пересадка в метро все равно будет бесплатной. Следующая остановка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не забывайте, что вагонов меньше, чем в обычных электричках. Проходите ближе к первому вагону, чтобы вот так не бегать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok